Приветствую любители Москвы! Вы смотрите передачу обозрения московских храмов. Ну и сегодня заканчиваем Бабушкинский район. Не успели вчера начать, а уже сегодня заканчиваем. А все дело в том, что, как я уже и вчера отмечал, в этом районе с храмами совсем туго. И помимо вот того, главного, можно сказать, хоть и деревянного, но все-таки главного храма Благовещения на Енисейской улице. Здесь же на Енисейской улице, кстати, тоже, прямо совсем рядом с метро Бабушкинская, около выхода из метро, ну или около входа, короче, понятно, около метро, да, находится еще вот только часовня. Тоже общедоступная, вот, которая называется Часовня Святого Николая Чудотворца. Вот, тоже в Бабушкинском районе. Вот, и, как видите, она тоже деревянная, маленькая, и была она построена в 1995 году. И находится она на пересечении Енисейской улицы и улицы Минжинского. Ну, то есть, собственно, там, где как раз, а метро, как раз, вот оно и находится, вот, Бабушкинское, как раз, на пересечении вот этих вот двух улиц. Вот Енисейская, вот Минжинского. И вот здесь вот между ними, вот, здесь вот находится, видите, Никольская часовня она называется. Прямо около выхода из метро, буквально, да, если вот посмотреть, то прямо вот метро, и буквально выходим сразу вот и часовня. Ну, и это действительно такая классическая часовня, то есть не храм-часовня, а именно часовня, видите, деревянная, многогранная, одноглавая, с небольшим таким шатром и одной луковичной головой. Ну, и вот она была, говорят, построена по какой-то старинной технологии. Интересные такие вот треугольнички, такие небольшие, типа фронтончиков, такие вот окна. Оконцы такие вот, и, видите, такие маленькие немножко, вот, декоративные, да, несколько даже окна, да, могут привлечь внимание. Вот, ну, и в целом такая вот конструкция тоже довольно интересная. То есть, так, несколько граней идёт, да, и вот вокруг. И все они в итоге завершаются вот такими фронтонами и такими красивыми декоративными окнами световыми. Фигурными, да, такими, получается. Ну, и вот такие вот, типа фронтонов арок таких, да. Ну, вот. Ну, и поэтому, соответственно, эта часовня, она не самостоятельна. Она приписана к храму Серафима Саровского. Тоже вот, ну, правда, в соседнем районе даже получается. Не здесь, а именно в соседнем районе. Вот. И вот в итоге получается так. Здесь, в общем-то, ну, постоянных священников, в общем-то, нет. Ну, то есть, получается, приходят так, приходящие священники. И, в общем-то, ну, по сути, может какие-то и молебны и проводятся. А по большей степени, конечно, эта часовня, она предназначена для таких, в общем-то, молитв, индивидуальных преимущественно, да. То есть, вот ты идёшь, допустим, там, куда-нибудь на работу или, ну, неважно куда, да, в магазин. И вот захотелось тебе помолиться. Вот раз зашёл, вот, так сказать, поставил свечку. Там небольшая такая лавка находится внутри. Ну, я покажу, ну, в принципе, вот так, для общего сведения, да. Небольшая находится внутри лавка. И, соответственно, можно там купить свечки, записки написать можно. Ну, и, так сказать, некоторые такие самые необходимые книги. Ну, там, Библия, Евангелие. Вот это всё иконы. То есть, ну, такая вот небольшая, в общем-то, лавочка. Вот. И всё, собственно, помолиться и поставить свечку. Вот, собственно, всё, что можно сделать в этой часовне. Ну, и, вы знаете, на мой взгляд, она, кстати, пользуется популярностью. Ну, и понятно. С одной стороны, всё-таки рядом с метро. На метро, естественно, центр притяжения народа. А с другой стороны, всё-таки понятно, что в Бабушкинском районе, как я уже сказал, по сути, особенно, больше и пойти некуда, кроме как сюда. Ну, и вот, естественно, главный храм на Енисейской. 14-й, это тот, который я вчера показывал. Благовещение. Здесь как-то совсем туго. Вот. И, на мой взгляд, вы знаете, таких часовен должно быть намного больше. То есть, вот, ну, мне кажется, что вот именно такие часовни, они очень важны. Ну, едва ли не у каждой станции метро всё-таки. Ну, во всяком случае, может, не у каждой, но у многих станций. У нас не так много вот такой вот ситуации, когда выходишь из метро, да, и сразу вот часовня. Дело в том, что, ну, многие люди, не все хотят, скажем так, стоять большие долгие службы. Вот. Не всем это нужно, не всем это требуется. По разным причинам, да. Но при этом всё-таки хочется как-то вот так вот помолиться. Даже вот, скажем так, перед тем, как поехать на работу, или, скажем, после работы, или каким-то делам. Ну, да, неважно, по разным, скажем так, жизненным ситуациям, обстоятельствам и так далее, кто куда. И вот имеется, есть, допустим, желание просто вот зайти и быстренько так свечку поставить, помолиться, просто, может, там, чуть посидеть, присесть, скажем так, да. Всё же, конечно, часовня она не предназначена для такого долговременного пребывания. Ну, вот хотя бы так вот, кратенько, быстренько так вот, чуть ли не набегу, просто вот зайти и помолиться. На мой взгляд, это очень неплохо. И, несмотря на то, что, казалось бы, ну, вот, зачем она нужна, то, в принципе, так сказать, в общем-то, ни то, ни сё получается. Вроде как служба не проходит. Такая маленькая, народу мало там может уместиться. Но, опять же, она не предназначена для того, чтобы там много было народу. Она именно для того, чтобы просто вот по нужным зайти, что-то заказать, вот, а потом передадут уже священникам там в другие церкви в разные. Ну, и вот так вот просто, скажем так, хоть немножко обратить, на какое-то время, может, даже на минуту обратиться к Богу. Вот. И, на мой взгляд, это очень даже неплохо. Вы знаете, такая практика, например, она очень распространена, скажем, в той же Греции. Тоже православная страна. И там, вы знаете, очень многие люди, например, перед тем, как пойти на работу, или в разных ситуациях, просто идут по улице, раз, так вот, заглянули в храм, поставили свечку и обратно пошли. Всё, вот и всё. Ну, у них это, скажем так, принято. У нас как-то это не очень принято. Хотя, ну, тоже, конечно, бывает, понятно. Ну, у нас всё-таки в большей степени принято именно на службу бывательную. А у них вот это вот очень принято. Когда вот так зашёл, раз, быстро там свечку поставил, там, быстро помолился, посидел, всё, с Богом, как говорится, побеседовал, обратился к нему, всё, и дальше пошёл. Вот такая ситуация. Ну, вот, так что, вот, собственно, такая вот ещё есть часовня. Ну, скажем так, чтобы два раза не вставать, да, и не делать отдельные передачи, давайте я уже скажу ещё о двух храмах, которые находятся в Бабушкинском, тоже в этом же районе. Но они, скажем так, недоступны для широкой публики, для нас с вами, скажем так. И они такие специфические. И находятся они на территории одна Суворовского училища, а другая на территории пограничного института. Ну, тоже вот идём, соответственно, по Енисейской улице. И вот здесь вот это называется Суворовское военное училище. Оно числится по извилистому проезду, но, по сути дела, оно тоже, в общем-то, находится на Енисейской улице. Вот. Вот эта вот территория, это вот всё вот это вот здание, это как раз вот это вот Суворовское военное училище. Оно здесь находится с 1991 года. Вообще, Суворовские училища были созданы в 44-м году прошлого века. Ну, тогда сначала они были даже не в Москве, а, по-моему, в Горьком, в городе Горьком. Это тот, который сейчас Нижний Новгород называется. Ну, потом переехали в Москву, Суворовское училище, и было сначала в Филиах. А вот с 1991 года он находится здесь вот в Бабушкине. Вот. И вот на территории училища находится, соответственно, вот храм князя Вячеслава Чешского. Вот тут, наверное, даже его и не показывают, соответственно, наверное, да? По карте Яндекса, наверное, даже тут и не пишут даже, где он находится. Вот. Ну, короче, вот здесь вот он находится. Он совсем маленький такой, действительно, скорее, больше такая, как храм-часовня. Вот на этой территории. Но сейчас я просто его покажу, как он выглядит. Вот так он выглядит, чтобы было понятно. Ну, тоже, как видите, тоже часовня. Только она не деревянная, а кирпичная. Кирпичная, штукатуренная часовня. Тоже, как видите, одноглавая. Но здесь, видите, есть алтарь. То есть, в отличие от той часовни, которую я только что показывал, общедоступной, которую метро Бабушкинская, там алтаря нету. А здесь есть алтарь. То есть, это именно храм-часовня получается. Ну, почему Вячеслава Чешского, я не знаю, такое посвящение. С чем это связано? Наверное, покровитель, может быть, тоже военных. Ну, в общем, такое посвящение. Она была открыта в 2006 году. В 2006 году. Ну, и прямо напротив вот этого Суворовского военного училища находится пограничный институт ФСБ. Вот он. Ну, по сути, он тоже находится частично Енисейской. Буквально через дорогу. Здесь Суворовская. А здесь вот этот институт. Но только он здесь находится с давних времен. Еще с подмосковных времен. Когда здесь был подмосковный город Лосиноостровск. Вот. И, соответственно, неподалеку. Вот эта вся территория. Рядом Бабушкин. Такие вот города были еще. Ну, Бабушкин потом поглотил Лосиноостровск. Сначала был поселок Лосиноостровск. Потом город Бабушкин, он разросся и поглотил Лосиноостровский. Тоже поселок. Вот. И, соответственно, вот с 30-х годов здесь находится вот это вот пограничное. Раньше было пограничное училище, еще в советское время. Ну, сейчас называется, так сказать, пограничный институт ФСБ. Федеральная служба безопасности. Ну, тогда был, соответственно, НКВД, когда создавался. Потом КГБ. Вот. Ну, а теперь ФСБ. Ну, суть от этого не меняется. Что ж. Структура-то она, по сути, одна и та же. Просто название немножко меняется. И вот тут на территории тоже находится храм. Не знаю, показан он здесь или нет. А, вот здесь показан. Вот. Тоже церковь часовни Старорусской иконы Божьей Матери. Такое тоже редкое название. Вот так выглядит эта вот часовня. На территории пограничного института. Ну, как видите, она тоже одноглавая. И тоже здесь есть алтарь. Вот он. Это алтарь. Нет, это колокольня. Вот он, алтарь. Вот алтарь. То есть, над ней, над алтарем, еще та же вот эта главка. Видите, над престолом как раз поставлена. То есть, основной такой объем, да, часовни. И, соответственно, здесь вот алтарь. Ну, а здесь, как вы видите, небольшие колокола. Это, типа, наверное, звонница небольшой. Да, что-то такое. Ну, короче, вот так вот. Ну, и понятное дело, что никто нас туда не пустит. И понятно, что там для курсантов этого вот, для, соответственно, сотрудников и учащихся в этом пограничном училище. Поэтому режимная территория строго, естественно, охраняемая и так далее. Поэтому, сами понимаете, ФСБ. Поэтому, понятно, сюда и никто, конечно, не пустит. Ну, если только как по какому-то знакомству, а так, в целом, вряд ли. Ну, и так же, как и на территории Суворовского училища. Оно тоже военное, как-то тоже понятно. И, естественно, что эта церковь, она тоже предназначена для, вот, как раз воспитанников этой вот Суворовского военного училища. Вот, кто тут учится. Ну, и для сотрудников, естественно, тоже. Так что, как видите, они совсем маленькие. И, понятно, что вовсе не предназначены для приема большого количества людей. Они просто туда не вместятся. Вот, там, может, от силы человек 15-20 поместится. Вот так и все. А дальше уже остальные будут стоять уже на крыльце и так далее. Поэтому. Так что эти церкви, они, скажем так, не публичные, не общедоступные. Ну, так сказать, поскольку мы делаем обзор именно всех храмов Москвы, то вот в этом отношении, соответственно, я эти храмы тоже о них упомянул. Вот. Ну, и по итогу, заканчивая, скажем так, обзор храмов Бабушкинского района, можно сказать, что в этом большом таком районе, как ни странно, есть вот только лишь один храм всего. Это Благовещенская церковь, да, которая находится вот тут, на перечении Енисейской улицы и улицы Искры. Вот. Ну, числятся по Енисейской. Ну, и кроме того, еще есть маленькая часовня рядом с метро Бабушкинская. Вот тут буквально между ними расстояние. Одна остановка с небольшим, да, здесь вот по Енисейской улице, которая посвящена Николаю Чудотворцу. Прямо вот рядом с обходом метро или с выходом из него. Вот и все. Вот так вот. И поэтому, когда говорят про то, что вот, в Москве там полно храмов, вот там уже некуда, куда еще там и так далее. Ну, понимаете, тут вопрос такой. Видите, какая штука получается? Может, сколько с вами районов рассматривали, где всего только один или два храма всего. Понимаете, получается, да. Взять тоже Алтуфьевский район. Помните, там всего, так сказать, один храм вообще на весь район. Даже больше ни часовни, ничего. Ну, и так далее, да. То есть, вот многие районы вот мы брали и, видите, получается, там аэропорт тот район тоже рассматривали, да. Ну, по сути, вроде бы храмы есть, а по сути один с половиной, да, так вот можно сказать. То есть, Благовечнее, вот предыдущий был район Благовечнее, Петровском парке, конечно, главный храм. Ну, и еще, скажем так, половинку возьмем на Андрея Рублева, который вот на Масловке. Ну, он совсем маленький, деревянный храм, небольшой. И все. Вот, понимаете. То есть, вот, да, в центре города там действительно буквально на каждом переулке, на каждой улице, это правда, да. Там действительно буквально храм на храме находится. Это да. В Китай-городе в том же, если взять, это да. Около Кремля много храмов. Тут споров нет. Ну, вот, если мы говорим об окраинных районах, да, именно, вот, как еще называют их, спальнями, вот, ну, такие вот, как бабушкинские, допустим. То, вот, видите, здесь ситуация совсем другая, кардинально противоположная. И тут иногда бывает так, что только один храм на весь район. Вот. Ну, а максимум два-три, вот так вот. Это хорошо, если еще хотя бы два-три есть, а то и так. Так что ситуация такая, что, как видите, есть потребность наоборот, так сказать. А людей-то сколько тут проживает? Этот район-то густонаселенный, вокруг-то, вон, одни сплошные жилые дома везде. Вот, людям, наверное, приходится ехать, ездить в другие районы, в другие храмы. А там тоже, кстати, не так уж и густо. Вот, центр города, разве что только ездить, там, да. Где действительно храмов и много, и они довольно большие, к тому же. Все, до новых встреч. Бабушкинский район мы закончили. Так, ну, вот, на кризисе метро Бабушкинская. Тут со всех сторон торговые центры, жилые дома. Вот это Енисейская улица. И вон она часовня. Я просто хочу показать вот это сейчас с противоположной стороны, вот Енисейская, чтобы отсюда еще... Вот. Вон она, часовня Николая Чудотворца. Вот, ну, это торговый центр. Вот, Камп, Радужный. А вот с той стороны, там, Кондор. Ну, эти все торговые центры, они были построены еще при Лужкове в 2000-е годы. Рядом с метро. Ну, и так, в общем, до сих пор они и стоят. Вот. А сама часовня, она находится с другого выхода. Вот, я перешел по подземному переходу. И вот, как раз, буквально, ну, 50 метров от метро, наверное, и все. И сразу, вот, можно, буквально, вход идет в эту часовню. Очень удобно. Многие люди, вот, идут. Ну, там автобусная остановка неподалеку находится. Вот, там, на улице Минжинского. Вот. Ну, и на Енисейской тоже есть остановки. И прямо, вот, сразу по пути можно, вот, зайти сюда. Вот, пожалуйста. Часовня открыта. Ну, так она в течение дня практически все время открыта. Ну, и внутри, да, кстати, здесь вот такой небольшой коридорчик перед часовней. Ну, и внутри, вот, собственно, такое пространство небольшое. Вот, тут, видите, много икон. В том числе и Николай Жадотворцев. Вон, видите, икона справа была. И здесь вот такой столик. Где, вот, видите, люди всегда здесь почти бывают, заходят. Вот, и вот пишут записки, свечки покупают. Всякие заказывают разные молебны. Вот. Вопросы можно задать какие-то, если есть, там, мало ли. Вот. Ну, и вот так вот, видите, вон, тут стоят подсвечники, он со свечками, да, перед иконами. Вон, вот, Николай Жадотворец, он там справа. Да. И тут все освещено. И можно поставить свечку прямо вот. Вот, он и слева, там, за упокой, вот, можно поставить как раз. Ну, а здесь, перед другими иконами разными. Вот, да, конечно, здесь, безусловно, не разгуляешься, но уж, во всяком случае, вот, помолиться Богу можно. Пространство, в общем-то, позволяет. Да, вон, видите, записки здесь вот можно тоже написать. Ну, и здесь, и там, перед входом, вот, здесь тоже. Такое, небольшое прихожая, такая, маленький такой коридорчик, соединительный от входа, и непосредственно со саму, так сказать, внутрь часовни. Вот такая вот часовня. Ну, крыльцо тоже вот деревянное. И вот метро. Удобно, конечно. Ну, я так понимаю, что почему, конечно, тут может возникнуть вопрос, а почему построить? Да, и, кстати, вот еще, видите, тут и церковная лавка, но тут заодно, тут, как бы, типа, небольшое кафе такое, вот, ну, и тут же можно купить всякие книги, иконы и так далее. Ну, возникает вопрос, а почему тут храм-то не построили? Ну, я так понимаю, что все-таки здесь же метро проходит, и я так понимаю, что храм здесь, наверное, не очень-то и можно построить, в силу того, что капитальное сооружение все-таки около метро в непосредственной близости, прям рядом с обходом, все-таки не строят. Поэтому я думаю, что тут утопленные ограничения были. Вот, наверное, все-таки в большей степени поэтому. Вот, потому что все-таки такие случаи, я не знаю, такие случаи, чтобы прям вот храм находился прям непосредственно прям перед входом в метро. Ну, вот такой решили ограничиться именно часовней. Вот. Ну, мы здесь, конечно, могли бы там построить, но не знаю, может быть, не разрешили как-то вот. Ну, у меня, по крайней мере, вот такое предположение, что это именно в силу того, что вот есть ограничения, потому что там проходит туннель. Все-таки довольно близко, тем более станция мелкого заложения, бабушкинская. Вот. Ну, там уж точно я не знаю. Это Кондор. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok